Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня мы готовим начинки для торта с Никельс. Начнем мы с карамели. Что нам понадобится? Нам понадобится ковшик или кастрюля, ну что-то с толстым дном. У меня вот такой ковшик керамический. Нам понадобится лопатка. Для карамели выделите отдельную одну лопатку. Ну, ей можно что-то еще делать, но карамель только одной, потому что вы все испортите. Видите, вот она темная из-за того, что я варю карамель. Сахар, вода, сливочное масло, сливки. Жирности у меня 33%. Иногда спрашивают, не могут найти, хотя сейчас проблем нет. Такие сливки можно заказать в магазине, в интернет-магазине вам пришлют. И соль. Сливки стерилизованные, поэтому они хорошо переносят пересылку. Вот. Но, мне кажется, можно попробовать и со сливками 20%. Такие всегда есть в магазине, посмотрите. Но сама я не пробовала, просто мне иногда пишут об этом, что пробовали и получается. Не могу сказать это сами. Пробуйте, не спрашивайте меня. Я использую сливки 33%. Вроде все показала, давайте готовить. Ставим ковш на огонь. Высыпаем сахар. Выливаем воду. И вот так вот сделайте, чтобы вода покрыла весь сахар, чтобы он не был сухим. Вот. Все. Поставили. И все. Но никуда не отходим, просто наблюдаем за ним, чтобы он у нас приобрел в такой красивый карамельный цвет. Я все говорю, красивый янтарный. Чуть-чуть поярче янтарного. Ставлю я на маленькую горелку для кофе, которая предназначена для турки. Вот. И там получается средний огонь. Смотрите, огонь можно средний, может чуть-чуть меньше среднего. Прошло 8 минут у меня. Вот смотрите, видите, с одного боку уже стала карамель образовываться. Можно взять вот так ее перекрутить, чтобы она не в одном месте была. И продолжаем смотреть. Вот сейчас уже никуда точно не отходим. Смотрим и ждем того цвета, который нас будет устраивать. Прошло еще 2 минуты. Мне кажется, уже достаточно. Значит, 8 и 2, 10 минут у меня карамель была на огне. Но не придерживайтесь этого, потому что огонь может быть разный. Костюля нагреваться может по-разному. Просто надо ориентироваться на цвет. Он чуть-чуть должен быть ярче, чем вы хотите. Ну, на камеру, ну, вроде и на камеру тоже я смотрю. Видно, что она такого красивого. И такого цвета янтарного именно. Вот. Да, я вижу. На камеру вроде тоже хорошо. Значит, что мы теперь делаем. Я подогрела в микроволновке сливки. Сливки я не кипячу. Сейчас, даже если сейчас карамель, аккуратно, во-первых, это надо делать. Так вот, комочками будет. Самое главное, аккуратно. И чтобы под рукой у вас никого не было. Вот, аккуратненько, тихонечко вылили. Ставим опять на огонь. Газ я немножко прибавила, чтобы сейчас у нас всё с вами начался опять процесс кипения. Теперь он начался, я убавляю. И вот как-то надо 3 минуты, где-то 3 минуты у меня уходит на то, что просто вы вот так будете следить за карамелью, помешивать её. Её не то, что нужно уж постоянно мешать. Ну, вот так вот я стою и мешаю. И сейчас мы ещё с вами добавим сливочное масло. Масло добавили. Температура опять упала. Чуть-чуть опять прибавляем. Нужно, чтобы у вас достаточно так хорошо она кипела. Ну, процесс кипения, чтобы был. Ну, не такой, чтобы она переливалась. Вот сейчас, видите, масло холодное было. Сейчас опять температуру поднимем. И будем стоять с вами помешивать. После того, как мы добавляем жир, карамель уже темнее не будет. Она останется того цвета. Поэтому очень важно на первом этапе добиться вот того результата, чтобы цвет был красивый и вам нравился. У меня этот рецепт получился сразу. Надеюсь, что и у вас получается. Потому что отзывы о моей карамели есть. И они практически на 90% положительные. Ну, значит, получилось в колон. Потому что рецепт очень удачный. Очень хороший. Вот, активное кипение есть. Поэтому мы с вами просто стоим и помешиваем. Три минуты я ее уваривала. Этого достаточно. Но при активном кипении. Вот так он, видите. Очень активное кипение идет. Все. Газ я выключаю. И дадим немножко сначала в ковшике остыть. Потом перельем в тару. И остудим. Остужаю я при комнатной температуре ее. Все. Карамель наша для сникерса готова. Эту карамель можно использовать, конечно, и в других тортиках, где есть карамель. Карамель очень удачная. Теперь делаем шоколадный ганаш. Нам понадобятся сливки. 33% опять же у меня тут молочный шоколад. Я использую вот такой молочный шоколад. Нам понадобится желатин. Желатин не в пластинках, а именно вот рассыпчатый. Ну и что? И в чем будем взбивать? Процесс приготовления ганаша делится на две части. Сначала нам нужно подогреть сливки, но чтобы они не закипели. В общем-то, должны быть очень горячими, но не кипели. Я буду делать это в микроволновке. Теперь высыпаем в чашу шоколад и заливаем горячими сливками. и перемешиваем. И перемешиваем. Перемешиваем. массу пробить блендером, чтобы точно никаких комочков не осталось. Начните сначала с лопаткой вот так вот проработать. Можно венчиком посмотреть, как у вас все растворится. Шоколад немного, поэтому растворяется он хорошо. Необходимости пробивать блендером я не вижу, потому что видно, что все растворилось. Отправляем это с вами в холодильник на 4 часа. Можно на ночь. Например, с вечера вы все делаете. Бисквит, начинки и на ночь. Это я говорю минимум. Все. Так, все. Готово. Обязательно закрыть крышкой. и убираем на 4 часа в холодильник. Ганаш я достала из холодильника. Значит, здесь у меня желатин. Я использую вот такой желатин. И сейчас нам нужно его замочить. 2 столовые ложки будет достаточно. Сейчас он немножко набухнет и нам нужно его растопить. я сделаю это в микроволновке. Желатин я растопила в микроволновке. Немножко дадим ему остыть, а сами будем взбивать ганаш. Забиваем на маленькой скорости. Желатин потихоньку будем добавлять и продолжать взбивать. ганаш мы взбили. Сейчас его перекладываем в кондитерский мешок и будем уже собирать тортик. Ну вот и все для сборки мы с вами приготовили. У нас есть бисквит. Он пролежал ночь, стал влажный такой, хороший, уплотнился, его хорошо будет резать. Он 6 см и как раз на 3 части разрежется хорошо по 2 см. Здесь ганаш, который мы с вами сделали, карамель. Сейчас покажу какой красивый цвет она. Надеюсь видно. Солнышко везде. Солнышко ну ладно, надеюсь, что вам что-то было видно. Карамель хорошего цвета получился, очень красивая. Жареный соленый арахис у меня здесь. В принципе все готово. Только осталось делать крем-чиз. Крем-чиз я делаю стандартный и в принципе сделаю ссылочку, чтобы подробно вы посмотрели как его делать. А мы с вами увидимся в следующей части, когда будем собирать тортик. Пока-пока, до завтра!